написано кунг пек белорусский кто такой не знаю но походу это обыкновенная ветчина так пойдет остановился тут в таком вот логово прикольно вот эти самые крутилки то громадные штуки ой где ж мне поспать то опять начинаются проблемы живописное место нашел велик я и какой-то водоем не знаю что такое но прикольно полянка тут неплохая он эти крутятся но на этой камере они далеко будут хотя не близко воду конечно не хочется лезть там что-то там что-то нехорошо вообще у них как осенью все время листики это падают в городе там много листьев почему не знаю интересно у них тут же вроде пух летит там стополей где-то я видел и тут же уже листья падают вот так там солнышко еще пока что маленько подмочили наши деньги все интересно именно деньги вот сейчас мы слушаем это дело под сушим поедем решил рассказать как создать о своем ножике мой любимый ножик много чего перепробовал конечно топоры топоры это вообще порнография ну смысле в туризме конечно мачете мачете тоже фуфланина грубо говоря почему потому что они приблизительно такие же тяжелые как и топоры то есть мах у них некоторые даже там мачете привязывают к руке то но не привязывают забыл как называть темляк это ставил почему потому что инерция большая руку заламывает а этот ничего не заламывает он легкий толщина не знаю сколько миллиметра два на на что-то такое он мне достался вот в таком уже виде блять двадцать назад единственное я вот тут дырку сделал но там что-то куда-то вешать или крепить он уже сточенный сильно это советский ножик разделочный там что-то где-то в столовых что ли но тем не менее рубит хорошо вот такие вот ветки сырые конечно с одного раза попробуйте такое сделать мачете какой-нибудь или топором мачете промахнетесь это будет это нужно руку так вы их мы обалдеете а этот легкий у него резкий руб тем более можно ему я им все делаю смысле я его не точил наверно я не помню лет 10 я его не точил и нафиг его точить он и так нормально я им хлеб режу там колбасу консервы открываю вот так вот беру вот и пошел мачете уже консерву не откроешь топором тоже не ну можно конечно там есть умельцы какие-то открывают но на хрена это нужно когда вот удобная штука лёг а вес вес у него легкий а в туризме это тоже важно мачете блин на пол сколько там не знаю килограмм весит или сколько или этот а черт его знает сколько он весит ну грамм 200 может а вот эти вот охотничьи ножи это вообще это все это жопа это ненужная вещь можно взять вот и выкинуть но если вы только что ездите на машине туризм такой на автомобиле приехал он у мужиков он обычно лежит где-нибудь там не знаю в бардачке а может быть на видном месте они показывают что это он такой крутой мужик раз нож лежит значит уже крутой а этим вот я ковышки ну сколько бы я этим мать топором бы вообще этой кранты этим стругать хорошо вот я раз раз нарубил быстро постругал вот он легенький раз 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 стругаешь все вот так что я не знаю рекомендую ли как но я пришел к этому выводу шоу вот это вот самое лучшее вот эту вот дорогу хорошую и свернул я на эту не знаю ну какая-то проселочная короче она идет к замку несвиш 37 километров или 27 не помню о вот пожалуйста заезжаешь деревню обязательно вот такая штука будет это как бы государственный магазин называется родный кут типа родной угол купил огурцы маленькие огуречки вот таки вот но думаю что-то как-то вот они не очень блин прочитал а как они вьетнамские вот но вот это капуста как капуста капуста и морковка это супер я не знаю как они делают но даже домашние я домашнюю капуста такую не ел капусту морковку очень вкусная штука так деревня вишневец какой-то церковка чё-то там делают ну 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 вот я вниз вижу наконец-то и какая-то тут вот церквуха вот начата все это реставрируется не знаю где там черт кредит так что-то как-то пока я не понял где где это творение я пока вижу вот это вот и вот этот не знаю что за богодельня и где этот черт возьми замок ну все забрался я наконец-то сейчас доберусь до этой богодельни куча народу болтается какой-то кошмар тут какой-то прудик она один и тот же просто такую дорожку сделали разъехал приехал я в эту богодельню не знаю как она там ради виллы зам это замок ну что-то как-то так вяло ну скажем сталинские строения больше впечатляют чем вот это вот я не знаю что это как это назвать ну домишко какой-то небольшой но раздули вокруг него здесь тут вообще страшное дело куча всяких кафешек каких-то нету катают прыгают в общем вокруг конечно много всего такого развлекательного а ну а домишко домишко стоит да стоит так снимаю уже с фотоаппарата такой понимаю штучка мостик какой-то домик я бы подумал что это обыкновенный но вот такой стандартный сталинский домик живой старая штука ну и вот замок с этой стороны в другой водичка тут внутрь как-то мнение не тянет что-то как-то есть люди которые любят внутри внутри там уже там гипсой какой-нибудь отделаны ну в общем старины там не найдешь она собственно и снаружи то и нету ее может быть я верю что там древний кирпич но штукатурка современная это видно вот 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 Тут ничего интересного, тут ров пошел, там тоже озерцо какое-то. Тут тоже интересный ракурс, конечно. Угу. Э, ой-ой-ой-ой-ой. Заблудился я, короче, не на ту дорогу выехал, но тоже красиво. В общем, если голову не морочить за ее вот этими замками и прочим, то парк вполне приличный. Ну, а как бы в центре этого стоит замок. Конечно, туристы прут на замок. О, камушки какие-то. Зачем их так сделали? Для прикола. Местный парк, такой небольшой. Там этот... Как вот он называется-то? Фонтан. Фонтанчик тоже небольшой, но красивый. Ага. А тут какой-то лес. Вероятно, с гербом не свеже. Что-то там написано. А, ну что-то там внесен список ЮНЕСКО. Это я. Ага. В шестнадцатом столетии чего-то там. 1586 год. Вот лёва такой. Ничего, лёва. Ох, осмотрел. Замок не свеж. Наконец-то. Да не очень осмотрел-то, блин. Что-то народ на меня как-то слишком уж это подносил. Обязательно сзади слышат. О-о-о, Казахстан, Казахстан. То земляки, то просто дело тоже туристы. В общем, всем же поговорить мне. Всем рассказать мне. Так что вечер настал. Вот. Что ещё? Вечер. Взял пряников. Ха, с квасом. Квас вкусный. Кстати, я какой-то, думаю, возьму дешевле, который дешёвый там есть. А он, блин, тоже вкусный оказался. Вот так вот. А я вот смотрю здесь народу-то. Сегодня куча народу. Мне не повезло, потому что я сегодня суббота, по-моему, или воскресенье. Короче, народ весь сюда понавалит. Очень много народу. Все они хавают, пьют кока-кову и хавают какие-то интернациональные дела. Странно, что белорусское не берут. Белорусское всё вкусное, по-моему. А кока-кову, ну, блин, можно везде попить. В конце концов. И потом. Вот он у меня на велике был, квас. Газа сейчас совершенно нет. Просто. Ну, абсолютно без газа. Но, тем не менее, он вкусный. Он такой же, в принципе, вкусный, как и с газом. А попробуйте из кока-ковы выпустить газ. И попробовать эту гадость. Не сможете пить. Вот. Опять проблема, где ночевать. Солнце закатывается. Вот там дорога. Между Несвежим и Барановичами. Это отвод просто на какую-то деревню. Вот деревья или там сосёнки какие-то, ёлочки растут вон вдоль дороги. Всё. Больше деревьев нет. И вот эти вот. Ну, от ветра они не защищат. Хотя, может быть, ветра и не будет, конечно. Везде степь. Там какой-то лесок. Но как до него добраться, я даже не догадываюсь. Можно, конечно, по навигатору посмотреть. Но скакать по этим. Там можно в такое залезть. Вот. Думаем, где, блин, ночевать теперь. Съехал с трассы по этой дороге. Оба. Тупик. Опять неудача. Встал сегодня рано. Да и как-то собрался более-менее. Сырости, что ли, такое не было. Большой. О! Церковка. Что-то там... А, не. А, Иисус Христос написано. Господи. Ну, должен был вернуться. Ну, в какую-то деревню уехал. Я не знаю, что за деревня. Вот пацан стоит, пялиться. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, пропустил я название. А, деревня. Ну, как всегда, аккуратненько. Субтитры создавал DimaTorzok